Алкадиены. Типы алкадиенов. Молекула углеводорода может содержать не одну, а несколько двойных связей. Их принято называть диеновыми углеводородами. Диеновые углеводороды или алкадиены — это непредельные углеводороды, содержащие две двойные углерод-углеродные связи. В зависимости от взаимного расположения двойных связей, диены подразделяются на три типа. Первый — углеводороды с кумулированными двойными связями, то есть примыкающими к одному атому углерода. Второй — углеводороды с изолированными двойными связями, то есть разделенными двумя и более простыми связями. Третий — углеводороды с сопряженными двойными связями, то есть разделенными одной простой связью. Наибольший интерес представляют углеводороды с сопряженными двойными связями. Рассмотрим некоторые способы получения алкадиенов. Углеводороды с сопряженными двойными связями получают дегидрированием алканов, содержащихся в природном газе и газах нефтепереработки при пропускании их над нагретым катализатором, дегидрированием и дегидратацией этилового спирта при пропускании паров спирта над нагретыми катализаторами. По своим физическим свойствам, бутадиен-1,3 — это газ с неприятным запахом, легко сжижающийся, он не растворяется в воде, но растворяется в эфире и бензоле. 2-метилбутадиен-1,3 — летучая жидкость, которая растворяется в большинстве углеводородных растворителях — эфире, спирте, но не растворяется в воде. По химическим свойствам, диеновые углеводороды подобны этиленовым, поэтому для них также характерны реакции присоединения. Атомы углерода в молекуле бутадиена-1,3 находятся в СП2-гибридном состоянии. Это означает расположение этих атомов в одной плоскости и наличие у каждого из них одной P-орбитали, занятой одним электроном и расположенной перпендикулярно к упомянутой плоскости. Взаимодействие двух или нескольких соседних P-связей с образованием единого P-электронного облака, в результате чего происходит передача взаимовлияния атомов в этой системе, называется эффектом сопряжения. Молекула бутадиена-1,3 характеризуется системой сопряженных двойных связей. Очень часто продукт 1,4 присоединения является основным. Реакции галогенирования и гидрогалогенирования сопряженных диенов. Как видно, реакции бромирования и гидрохлорирования приводят к продуктам присоединения в положении 1,2 и 1,4, причем количество последних зависит в частности от природы реагента и условий проведения реакции. Важной особенностью сопряженных диеновых углеводородов является, кроме того, их способность вступать в реакцию полимеризации. Полимеризация, как и у олефинов, осуществляется под влиянием катализаторов или инициаторов. Она может протекать по схемам 1,2 и 1,4 присоединения. В упрощенном виде реакцию полимеризации бутадиена-1,3 по схеме 1,4 присоединения можно представить следующим образом. При этом видно, что свободные валентности средних углеродных атомов образуют двойные связи в середине молекул, которые стали теперь ячейками растущей цепочки. Реакции полимеризации диеновых углеводородов лежат в основном в синтезе каучука. Каучук — это эластичный материал, который имеет большое народно-хозяйственное значение. Из него делают резину, а резиновая промышленность вырабатывает более 70 тысяч наименований разнообразных изделий. Каучук идет на изготовление покрышек и камер для колес. Его используют для электроизоляции, производства промышленных товаров и медицинских приборов. Различают два вида каучуков — натуральный и синтетический. Натуральный каучук получают из млечного сока, латекса, каучуконосного дерева гивеи, растущего в тропических лесах Бразилии. Он был известен еще индейцам до Колумбовой Америки. В Европу каучук был ввезен в начале XIX века. Каучук — это вещество, в состав которого входит, как показывает анализ, углерод и водород. При нагревании без доступа воздуха каучук распадается с образованием диенового углеводорода, 2-метилбутадиена-1,3 или изопрена. Каучук — это стереорегулярный полимер, в котором молекулы изопрена соединены друг с другом по схеме 1,4-присоединения с цис-конфигурацией полимерной цепи. Трансполимер изопрена также встречается в природе в виде гуттаперчи. В 1932 году Сергей Васильевич Лебедев разработал способ синтеза синтетического каучука на основе бутадиена, получаемого из спирта. И лишь в 50-е годы отечественные ученые осуществили каталитическую стереополимеризацию диеновых углеводородов и получили стереорегулярный каучук, близкий по свойствам к натуральному каучуку. В настоящее время в промышленности выпускают каучук, в котором содержание звеньев изопрена, соединенных в положении 1,4, достигает 99%. Тогда как в натуральном каучуке они составляют 98%. Кроме того, в промышленности получают синтетические каучуки на основе других мономеров, например, изобутилена, хлоропрена, поэтому можно говорить о том, что натуральный каучук утратил свое монопольное положение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!